В наши дни вас рос интерес к наследию предков, и всё больше людей интересуются и обережными куклами. Я, Ольга Лепатова, рада снова встретиться с вами на своём канале. Надеюсь, вы уже подписались на него и посмотрели мои видеорассказы про традиционную болгарскую вышивку, кружевоприльтение, резьбу по дереву, изготовление кукол и многих других ремёслах. А в этом видео мы поговорим с вами о славянских обережных куклах. Так, смотрите, вот такая куколка-колокольчик. Давайте начнём с того, как зовут. Меня зовут Татьяна. Это вот Владимирские обережные куклы или вообще в принципе? Вообще в принципе обережные куклы. Куклы-обереги – важная часть народной культуры. Раньше без неё не обходился ни один ребёнок, да и взрослые члены семьи постоянно пользовались их помощью. Наши предки ими не только украшали свой дом, но и активно использовали их в быту, в социальной и личной жизни. Например, когда хозяин дома уходил на войну, вместо него в углове стола ставилась куколка-оберег. Её задачей была защита хозяина от всех опасностей на его пути. Колокольчик – это куколка добрых вестей. То есть несёт добрые вести в дом, колокольный звон, да, отгоняет всё плохое. Так, а вот вообще в чём их предназначение? Предназначение в чём – оберегать, защищать от всего плохого, помогать. Дом. Да, дом и непосредственно хозяина этой куклы, да. То есть куклы… А это вот смотрите, сошка – это что? Это помощница на кукле. Это не оберег, да, это просто кукла. Кукла – помощница. То есть куклы разделялись на обереговые, обрядовые, игровые. То есть кукол было несколько видов, скажем так. Они сопровождали человека с рождения и до самой смерти. Датьяна, а почему, подсмотрите, у них нет лиц? Чтобы злые силы не проникли в куклу и не навредили хозяевам. Поэтому лицо не делалось. Лицо делалось, например, у такой куклы, как Масленица, которую потом сжигали. То есть у нее вот здесь нет никаких отверстий, да, через которые можно туда проникнуть ни глазок, ни розика, ни носика. Да, да, совершенно верно. Первый раз делайте, очень интересно. Так, а как вот вы делаете? Давайте посмотрим, то есть ваша техника. Технологии изготовления? Да. Есть несколько. Вот, например, технология столбушка, да. Так. Берем березовое поленце, на него наматываем ткань. Обязательно березовое, да? Можно не березовое, но главное, чтобы это было ни осиной, ни ольха. То есть эти деревья считались деревьями злых сил, скажем так. Да. Значит, обмотали мыть тряпочкой. Можно без поленца, но поленца усиливает обережные силы. Здесь вот у вас без поленца. Это без поленца, это и не оберег. Это штанишки. Это не штанишки, это ножки. Это просто куколка по мотивам оберега. Она идет в локтя. А потом здесь, вот я смотрю, тоже скручиваете материал. Да, скрутка из ткани. Ручки просто рукава оттетут. А здесь тоже это скрутка. А вот эта скрутка идет. На верхнюю часть головы накладывается ватка. То есть я использую только натуральный материал. Можно ли он чесанный, льняной очески. Вазу. И так же накрываем лоскутком ткани и уже формируем голову. И дальше мы ее одеваем. Да, наряжаем. Да, уже тут как фантазия позволит. Интересно. Ой, честно говоря, про колокольчик от куколку я первый раз. Это уже ваше? Нет. Нет, это обе. Это не так было принято именно? Да, да. Так было принято. Она иногда делается без колокольчика. Лучше ее делается без колокольчика. Угарим на куколчика. Угарим на куколчика. Угарим на куколчика. Угарим на куколчика. Интересная желанница. Это на исполнении желанница. Желанница была очень популярной в старину куклой. Считалась она женским оберегом и тщательно скрывалась от мужского глаза. Изготавливали ее в детстве и хранили всю жизнь. Причем лучшим временем для ее изготовления считался август. Самые заветные желания доверяли желаннице. А перед тем, как ее о чем-то попросить, ей привязывали новую ленточку или пришивали бусинку. И чем больше бусинок и ленточек накапливалось на куколке, тем сильнее она становилась. Тем лучше выполняла желание. Известно два типа желанец. Паскакушка и крошечка-хаврошечка. Возможно, были и другие виды, но их имена не дошли до наших дней. Паскакушка отвечала за желания духовного характера. В ее создании использовалось несколько видов древесины. Береза опекала здоровье, дела семьи. Рябина отвечала за активную защиту и предупреждение злых действий. Вишня сохраняла красоту и желанность девушки. А вот крошечка-хаврошечка занималась воплощением материальных желаний. Она помогала обрести богатство и приумножить его, родить здоровых детей, собрать богатый урожай. Раньше такая кукла обязательно хранилась подальше от чужих глаз. Куколке делался какой-то подарок. Например, привязывались ленточки, красивые бусинки. Можно было даже одежду новую сделать и надеть поверх этой. Ее нужно показать в зеркальце и сказать, смотри, какая ты у меня красавица, а за это исполнилось мое желание. Ну, опять же, это все психологические приемы. А вот мужские образы. Богач. Приносит богатство в дом. Тесно связан с родом, родовой силой. И поэтому, создавая его, люди мысленно обращались к предкам и просили их помощи. Эту куклу обновляли каждый год в день осеннего равноденствия. Его одежду шили из ярких лоскутков, напоминающих осенние листья, и набивали их различными кропами. И при этом думали о том, что хотели бы получить от богача на следующий год. То есть ставили определенные задачи. И потом строго спрашивали их выполнения. Весной зерно из богача вынимали и начинали с него ритуал посева. Если урожай выдавался богатый, старую куклу опять наполняли зерном, а при плохом урожае куклу сжигали и изготавливали новую. Ну это также, опять же, по мати вам оберегов, это образ семьи я сделала. Образ кого? Образ семьи. А, это пара, пара. Да, семейная пара с ребёночком. Крупиничка – это главная обрядовая кукла. Она приносит в дом сытость, благополучие, достаток. И относится к куклам, которых временно отпускали отдыхать. Как и богача, её набивали зерном. После сбора урожая. А весной его вынимали и бросали в землю. Крупиничка отдыхала до следующего сбора урожая. А вот какими крупами её набивали, зависело от приоритетных желаний хозяев. Гречка приносила сытость и благоденствие. Овёс – силу и здоровье. А вот редкий и дорогой по тем временам рис – праздник в доме. Но вообще мужские куклы тоже существуют. Например, Семён Солнцеворот. А, это для чего вот эта кукла? Семён Солнцеворот – это на хорошие изменения в жизни. Там образ мужчины, он вот так стоит с колесом. Славянские куклы-обереги – это огромный, своеобразный мир фантазии и мастерства, который невозможно осветить за один раз. И однажды, увлекшись им, уже невозможно остановиться и прекратить узнавать всё больше и больше о спутницах и помощницах наших предков. Это видео было снято на пешеходной Георгиевской улице города Владимира, куда мы привезли на экскурсию семью из Москвы, встречающую Старый Новый Год в нашем гостевом доме Колокольцев в Суздале. В съёмках видео принимала участие мастер по изготовлению славянских обережных кукол. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, выходящих на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok